Всем привет, меня зовут Сева Бойко, вы слушаете подкаст Русской службы Би-Би-Си «Что это было», в котором мы говорим о российском вторжении в Украину и его последствиях. Одно из них – неудавшийся мятеж главы Чивака Вагнера Евгения Пригожина. Во вторник Владимир Путин лично поблагодарил силовиков и военных за подавнение мятежа. Правда, президент не пояснил, в чем именно заключался их подвиг, если учесть, что Чивака Вагнер почти не встретила силового сопротивления. Почему армия активно не препятствовала Пригожину? На чью поддержку он вообще рассчитывал? И что будет с теми генералами, которые разделяют его взгляды и не хотя бы симпатизируют самому Пригожину? Спросим об этом у панетолога, приглашенного из следователя Европейского совета по международным делам Михаила Комина. Михаил, здравствуйте. Да, здрасте, здрасте. В своей колонке для сайта Карнеги Политика вы пишете, что армия должна была оказывать сопротивление Чивака Вагнер, а она фактически закрыла на мятеж глаза. А вот Путин как раз говорит, что осознанно не пошел на силовой сценарий и изначально стремился кровь не пронивать и решить это дело миром. Что не так с этим заявлением президента? Мне кажется, что президент в каком-то смысле лукавит, потому что если посмотреть его реакцию пятницу ночью, а именно то, каким образом реагировали силовые структуры ФСБ и собственно национальный антирористический комитет, и например вот этот экстренный выпуск новостей, то явно идея была в том, чтобы как-то попытаться купировать Пригожинский мятеж с самого начала, объявив фомитежом и собственно поставив его вне закона. Поэтому мне кажется, что все-таки приказ о сопротивлении Пригожину был отдан Пригожинским отрядам. Плюс к этому, как вы понимаете, еще после этого были записаны несколько обращений от генералов, которые призвали Пригожина остановиться и соответственно эти генералы скорее всего каким-то образом пытались настоять на армейских частях, чтобы они хотя бы попробовали оказывать ему сопротивление. И это, мне кажется, достаточно очевидная вещь, что несмотря на вот эти попытки поставить вне закона этот мятеж сразу же и попытки генералов призывать армию к сопротивлению, Пригожин тем не менее абсолютно спокойно прошел до Ростова. Сейчас мы говорим о том, что случилось до Ростова. Вот дальше, возможно, Путин частично прав и частично прав Золотов, который сегодня тоже дал такое маленькое интервью на минуту, где они объясняют, что вот сопротивление Пригожинцы не встретили или почти не встретили от Ростова до Москвы или там до Липецкой области, потому что задача ставилась, которая потом, в следующие сутки, остановить Пригожинцев уже под Москвой. Поэтому под Москву стягивались те или иные кулаки, как сегодня выразился Золотов, которые должны были оказать им сопротивление. Вот эти кулаки, скорее всего, были кулаками Росгвардии, ровно поэтому Росгвардия сегодня как бы является основным бенефициаром этого восстания, этого последствия, вернее, этого восстания, потому что вот сегодня было объявлено, по крайней мере, Золотовым, что Росгвардия получит тяжелое вооружение. Ну, давайте на секундочку от Росгвардии отвлечемся и поговорим, собственно, об армии, которая, по вашим словам, никак себя не проявила. Пригожин заявляет, что он выступал против министра обороны Шойгу и главы генштаба Герасимова, людей, которые этой самой армией руководят, высшими руководителями, да, за исключением главнокомандующего. Почему он решил, что кто-то из генералов его поддержит, если сам он неоднократно обвинял Министерство обороны в целом в бездарности и даже про конкретные подразделения говорил, что они небоиспособны и трусливо бегут? Ну, например, из-под Бахмута, да, он жаловался на то, что фланги, которые занимает Минобороны, не так себя ведут. И позже подобные жалобы тоже были. У меня, как у обывателя, вопрос. Если ты ругаешь этих людей, почему ты рассчитываешь, что они тебя поддержат или хотя бы не будут тебе мешать? Да, смотрите, мне кажется, здесь все-таки нужно разделять некоторые вещи. Во-первых, важно помнить, что армия, как и в целом любая силовая структура в России, да и не только силовая, но и там большая бизнес-структура, она очень немонолитна внутри. В том смысле, что российский политический режим, в том числе Путин, организует такие важные критические организации так, что внутри них есть представители разных групп влияния. Это, собственно, не секрет. Вы знаете, что, например, если у ФСБ меняется директор подразделения какого-то, ну, по сути, начальник управления, да, то замначальника ставится человек, который представляет другую группу, как правило, да. И поэтому вот это тасование колоды происходит, в том числе в силовых структурах, это связано с тем, чтобы как бы никого не выбрасывать, не только никого не выбрасывать вовне, но еще и обеспечить этот баланс между разными интересами разных групп. Вот. И в армии точно так же это устроено, в том смысле, что армия не монолитна. Понятно, что есть доминирующий, как бы клан, но не клан, группа, которая связана напрямую с Шойгу и с Герасимовым. Это генералы, которые были ими непосредственно назначены, ну, и разделяют их такие методы ведения войны, скажем так, да. Они связаны с ними как личными какими-то отношениями, так и рентными потоками, связанными с оборонными контрактами теми или иными. Но, кроме этого, в армии есть другие интересы, да, другие группы. И Пригожин не дурак в этом смысле, да, он понимает, что армия не является вот такой монолитной, полностью подчиненной структурой Сергею Шойгу и рассчитывал на солидарность тех или иных генералов. Ну, и мы знаем, это, в общем, как бы не секрет, на солидарность кого из этого руководящего состава рассчитывал Пригожин. В первую очередь на солидарность Суровикина, человека, который, на самом деле, существенную часть его карьера, существенную часть этой карьеры у Суровикина сложилась и начала складываться еще до прихода Шойгу и Герасимова, да. Как правило, эти генералы, они, собственно, люди, основной карьерный путь которых сложился не из-за Шойгу и Герасимова, а это вот другие люди, предшествующие ему. Вот, например, значит, Сергей Суровикин появился вообще в целом на такой важной сцене, в армейской сцене, да, в тот момент, когда проводилась реформа армейская, еще под руководством Сердюкова и Макарова, если вы помните, и Суровикин должен был получить пост главы военной полиции такой. Такая специальная структура, которая должна была получить, в том числе, право оперативно-розыскной деятельности. Как вы понимаете, право оперативно-розыскной деятельности – это очень важное право в российской политической системе, в российской силовой системе, которое позволяет вам, ну, собственно, отказывать силовое давление, самостоятельно возбуждать дела, расследовать их, отдавать их в суд, ну и дальше по списку. Это потенциально должно было быть очень мощным подразделением внутри российской армии. Его должен был и создать, и возглавить Сергей Суровикин. То есть Суровикин претендовал на то, чтобы руководить внутренним репрессивным аппаратом в армии? Да, абсолютно так и есть, да. Но не очень вовремя, скажем так, тайминг был выбран этой процедуры, и там довольно сильно против выступал так называемый орган, который называется военная прокуратура. Это было в 2011-2012 годах, все, что я сейчас рассказываю. И военная прокуратура попыталась заблокировать это решение, и когда-то началась вся эта дальнейшая история с раскручиванием коррупции в рядах Сердюкова и его окружения, то и Макаров, и многие его инициативы немножко полегли. Но, тем не менее, военная полиция была создана, Суровикин не получил назначения на нее, потому что Шойгу решил, что ему важнее, в общем, сохранить какие-то хорошие отношения с силами и структурами, которые вот настаивали на том, что военная полиция будет, в общем, органом без вот этой оперативной деятельности, и не хотели видеть на посту Суровикина, потому что там обвиняли его в том, что у него в какой-то был момент уголовное дело против него заведено за то, что он там распродавал какое-то оружие. Но это все, кажется, что это все сказки. И Суровикин, в общем, это человек, который напрямую с Шойгу независим. После того, как, соответственно, стало понятно, что военная полиция будет создана без полномочий, он получил другое назначение, начал заниматься другими делами, продолжил расти по карьерной лестнице, но понятно, что у него есть некоторая такая вот обиженность на Шойгу, что тот не смог продавить решение про военную полицию, которая была, ну, по сути, своей в тот момент делом жизни или там основной ставкой Сергея Суровикина в эти годы. Ну и Пригожин, как вы понимаете, он довольно сильно поддерживал Суровикина в его разных решениях, когда тот был назначен главнокомандующим группировки, которая ведет войну в Украине. Собственно, это была публичная абсолютная поддержка такая, и Рамзан Кадыров тогда тоже демонстрировал ее. И мне кажется, что Пригожин в этом смысле рассчитывал на некоторую солидарность Суровикина. Но, как мы понимаем, он немножечко в этом смысле просчитался, потому что Суровикин стал первым генералом, который выступил против бунта. В армии количество таких генералов, которые похожи на Суровикина, да, судьба которых сложилась еще до того, как Шойгу стал министром обороны, а Герасимов стал, собственно, возглавляя генштаб, большая часть судьбы. Их довольно много. В смысле, что Суровикин в этом не одинок, и Пригожин, наверное, рассчитывал на солидарность еще других. Просто про других мы в меньшей степени знаем, потому что публично кого-то еще отдельно Пригожин не поддерживал, да, скажем так. Но вот что он рассчитывал на поддержку Суровикина, мы можем с какой-то степенью его уверенностью утверждать. Еще один важный персонаж в истории с мятежом – это бывший адъютант Путина, генерал-полковник и губернатор Тунской области Алексей Дюмин. Несколько тинограм-каналов даже писали, что во время мятежа он участвовал в переговорах с Пригожиным. Что связывает Дюмина и Пригожина? Симпатизирует ли Дюмин Пригожину? И какую роль он играл в переговорах, если не играл? Смотрите, начиная с последнего, мы не знаем, играл ли какую-либо роль все-таки Дюмин в этих переговорах. Понятно, что там есть спекуляции в телеграм-каналах, но какого-то подтверждения у нас нет, и вряд ли мы его когда-либо получим. Более того, у нас есть официальное опровержение от властей, да? Да, у нас есть официальное опровержение от, собственно, команды губернатора Тульской области. При этом Песков не подтвердил и не стал опровергать информацию, что Дюмин как-то принимал участие в этом. Да, он просто сказал, что он не будет разглашать информацию, или там какая-то такая формулировка была, в общем, нейтральная относительно. Но Дюмина и Пригожина связывают оборонные контракты, да, у них довольно много разного. Как, в общем, собственно, Тульская область, это один из основных регионов Российской Федерации, где разбросаны разные военные производства, да, оборонные производства. В части из них так или иначе участвовала Пригожина и его компания, его компании, точнее, его организации. И там, собственно, есть расследование у The Insider, кажется, которое раскрывает вот эти вот связи между Дюмином и Пригожным достаточно полно. В том смысле, что у них есть какие-то бизнес-интересы между собой. Кроме того, понятно, что, в общем, вот этот вот есть сегмент в российской силовой элите, таких отставных, или, вернее, ожидающих своего часа генералов. Да, в основном это действительно бывшие путинские адъютанты. В какой-то момент после того, как они, значит, оправдали свое доверие президента, да, послужили, в общем, его охране, были его адъютантами, они стали получать политические посты. Вот Дюмин не сразу стал, на самом деле, губернатором Турской области, он еще был все-таки главой специальных войск, которые в Министерстве обороны существуют. Это те люди, которые считаются, что они провели операцию по аннексии Крыма. Вот этот человек, который без единого выстрела обеспечил аннексию, у него, про него есть такой миф. И после только этого он стал губернатором Турской области. Кроме того, кроме Дюмина есть там, например, Дисподин Миронов, который сейчас, правда, не понятно, чем занимается, но он был губернатором Ярославской области. Ну и в целом был момент в российской политической истории, когда эти адъютанты стали получить политические позиции. И все они очень понимали, почему это происходит. И относиться к этим политическим позициям адъютантам стали как к таким заготовкам. То есть вот, значит, Дюмину нужно после того, как он охранял президента и заслужил его доверие, получить какой-то управленческий опыт, например, губернатором Турской области, и после этого претендовать на более высокий пост. Именно поэтому Дюмин фигурирует часто во всех этих сводках, рейтингов, преемников Владимира Путина. В том смысле, что вот он человек, которому Путин лично доверяет, доверял фактически свое тело, свою безопасность. И при этом он достаточно эффективный управленец, как показывать себя, в общем, он на посту губернатора Турской области. Турская область, в общем, фактически губернатор стоит вон там, в общем, неплохо, относительно эффективно. Это по сравнению, например, с Мироновым, которого отправили в отставку с поста губернатора Ярославской области. И поэтому можно рассчитывать, как мне кажется, было бы на то, что действительно вот эта группа ожидающих назначений, она заждалась этих своих назначений. И, конечно, наверняка они думают, каким образом им можно повысить свой политический вес, потому что Дюмину не хочется наверняка быть всю свою жизнь губернатором Турской области. Как-то социальные лифты застопорились. Теперь, в общем, какие-то существенные назначения в Российской Федерации, новое обновление таких кадров не случается фактически. Путин тасует одну и ту же колоду, меняет главную структуру между собой, местами, но по факту новых людей почти не появляется там. И поэтому, наверное, Дюмин и каких-то еще других представителей подобной группы Тригожин мог рассматривать как потенциальных сменщиков Шойгу. Как людей, которые, а, были бы заинтересованы это сделать, б, им доверяет лично президент Путин, С, ну, есть какое-то ощущение, что, вот, например, Дюмин человек, который с армией может справиться, да, в том смысле, что если он провел успешную операцию в Крыму, наверняка, значит, у него есть какие-то, в том числе, такие компетенции по управлению армией. И наверняка какие-то разговоры между Пригожиным и Дюминым, или там между их окружением велись, я думаю, что, по крайней мере, это могло бы быть, и такую молчаливую поддержку Дюмин и вот команда дюйтантов могли оказывать. По крайней мере, об этом вот были утечки у Андрея Перцева в «Медузе», если им верить. Еще, это было еще в конце, по-моему, осени прошлого года. Прежде чем мы продолжим, я должен оговориться, что издание «The Insider» и «Медуза», которые упомянул Михаил, признаны в России и иноагентами, и нежелательными организациями. Мы сейчас говорим про, ну, в общем, активно действующих военных и политиков. Я хочу спросить про, на мой взгляд, самого неожиданного для меня, что ли, героя вашей колонки. Это генерал-полковник Михаил Мизинцев, который на момент мятежа уже был одним из командиров Вагнера. Ну, то есть не имел отношения прямого к рядам российской армии. Почему этот человек, который уже перестал там, то есть в регулярной армии служить, получил отдельное упоминание? Чем он важен для всей этой истории? Мне кажется, Мизинцев один из генералов, которые в меньшей степени зависели от Шойгу, да, из плеяды Суровикина, или из группы вот подобных генералов, с одной стороны. С другой стороны, значит, у него были какие-то личные отношения с Пригожиным, именно поэтому Пригожин его как бы приютил после отставки. Единственное, я должен оговориться, что мы не видели указа об этой отставке. Возможно, это работает так, что Мизинцева приписали как бы к Пригожину, как к человеку, который будет основным переговорщиком с ЧВК Вагнера и человеком, который координирует усилия ЧВК Вагнера, например, и Министерства обороны. Но мне кажется, он важной персоной является не сам по себе, а как бы как пример такого вот генерала, который неожиданно появился в рядах Вагнера. Потому что мы на самом деле не очень много знаем, кто именно входит в руководство Вагнера, скажем так. Мы знаем там несколько еще фамилий, понятно, там первый в голову приходит Уткин, но кроме нее там есть еще ряд других фамилий старшего офицерского состава, которые вроде как этим Вагнером руководят. Но при этом все это люди более-менее отставные военные. Они чем-то были недовольны в российской армии то ли зарплатами, то ли тем, что их не продвигали по службе, потому что они не входили вот в эту обойму, например, Шайгу Герасимова, то ли еще чем-то. Но тем не менее, они долгие годы в этой армии проработали, у них есть контакты, у них есть, если они занимали старшие офицерские посты, и уж тем более генеральские есть как бы бывшие подчиненные, то есть бывшие их отряды, с которыми у них наверняка были какие-то личные отношения. И в общем это люди, которые могли использовать эти личные отношения для того, чтобы повлиять на недовольство этой армии и, например, убедить какую-то часть армейских группировок, которые окружали Ростов, не сопротивляться приходу Вагнеров. В том смысле, что мы не знаем точно, как это работало. Работало ли это в смысле так, что они до этого проверили, что условно не будут сопротивляться, или они просто шли во главе этих колонн и знали, что по ним не будут стрелять, потому что это бывшие генералы. В общем, как бы использовали такую несумятицу, создавали такую несумятицу. Но тем не менее, в общем, по большому счету, это люди, которые могли использовать накопленный свой политический, символический капитал в этой армии для того, чтобы вот этот капитал непосредственно перешел под руководство Пригожина и пригодился ему в этом мятеже. Смотрите, вы уже упомянули так называемую «Макаровскую реформу» и отдельно выделяете группу старших офицеров, ну, очень условную, которых вы называете «Макаровскими», так как они благодаря этой реформе, пусть и не завершенной из-за коррупционных скандалов и прихода Шойгу впоследствии, сделали себе карьеру. Можете подробнее рассказать об этих людях и об их мотивации? Да, смотрите, на самом деле вот эта реформа, которую проводил Сердюков и Макаров в конце нулевых и, собственно, до 2012 года, это была очень масштабная реформа. Вот на самом деле я вообще занимаюсь именно изучением реформ в России в большей степени, чем политических процессов и склот между элитами. И вот масштаб этой реформы, которая проводилась, он был, ну, там, это одна из самых крупных институциональных реформ, которые в Российской Федерации вообще проводились, да. Ее смысл был в том, чтобы перейти от армии советского образца более-менее армии старого образца, скажем так, да, ну, старого, считай, советского, к армии более современной, такого американского, слэш европейского типа. И в ходе этой реформы очень много голов полегло, скажем так. Очень много подразделений пришлось упразднить и фактически просто перетрясти весь управленческий состав армейский. Да, вы даже напоминаете о том, что в Москве были протестные акции офицеров, которые обвиняли авторов этой реформы в развании армии, ну, и в том, что сами они оказались на улице. Да, армия против Сердюкова с такими там лозунгами выходили в Москве, и это первый, если не не от памяти, последний армейский протест в России, в современной России, в современной истории. И, кстати, этот протест активно поддерживал, например, нынешний демократический политик Дмитрий Гудков. С этого началась его политическая карьера, на самом деле, вот, с участием в этих протестах и с, как бы, его такой публичной поддержки. Вот, но это не самое интересное. Самое интересное, что действительно в результате там примерно 70%, ну, по разным подсчетам, от 50 до 70% офицерского состава стали новыми. Да, в результате вот этой перетряски, в результате того, что там из шести кругов стало четыре, четырехзвенная модель армейская стала трехзвенной, и существенная часть до этого существовавших подразделений военных сократилась, да, они стали объединены, как бы, между собой стали. Обновился, и руководящий состав. И, фактически, вот эта реформа привела к эффекту того, что вот офицеры, как бы, советской волны, да, они ушли, а на их места пришли более молодые такие, в тот момент, более молодые офицерские кадры. И когда реформа закончилась из-за коррупционных скандалов, и Шойгу пришел в этот момент руководить Министерством обороны, и, соответственно, Герасимов стал генеральным штабом руководить, в этот момент Шойгу попытался откатить часть кадровых решений, да, там были восстановлены некоторые такие очень престижные дивизии, с протестующей армией он попытался договориться, с протестующими, в смысле, офицерами, которые были против этой реформы, пытался договориться, ну, и, по большому счету, часть этой реформы он действительно откатил меньшую, честно говоря, да, там, дай бог, чтобы 10% в общем этих кадровых решений он пересмотрел, то это хорошо, а может быть даже меньше, но, тем не менее, такой пересмотр произошел. И вот этих людей, которые в тот момент пришли руководить новыми вот этими военными подразделениями, которые получили название бригады, я и называю макаровскими. Не в том смысле, что они как-то связаны с генералом Макаровым сейчас, уже которого не существует, он давно пропал с радаров, ну, в смысле, что он уже, кажется, но, в общем, он никакого отношения к армии не имеет сейчас и непонятно, чем он занимается. А в том смысле, что это вот люди, которые пришли в эту волну и обладают, как бы, своим представлением об армии. Почему они были своими представлением об армии? Потому что не согласились в момент макаровской реформы офицерских призывов. И эти люди довольно сильно не согласны, как мне представляется, до конца, мы это не знаем, но мне это представляется, с дальнейшей, как бы, заморозкой этой реформы Шойгу. Потому что Шойгу никакую реформу армейских структур дальше не продолжил. Он не до конца откатил вот эту реформу Сердякова Макарова, но, тем не менее, преобразование не продолжил. Они зависли, так скажем так, наполовину. И существенная часть этих людей, офицеров вот этой макаровской волны, как мне кажется, они сейчас считают, что российская группировка войск проигрывает Украине и проигрывает войну в Украине, в том числе из-за того, что эта реформа не доведена до конца. В том числе, что они идеологически, они были на стороне, проводимая вот эта реформа Макарова, и считают, что она не завершена, и поэтому российская армия находится в упадке. И вот то, что у них накоплено такое есть недовольствие, ощущение незавершенности, кроме, собственно, того, что дальше часть кадровых решений Шойгу их тоже огорчила, в том числе, что они не все получили какие-то там дальнейшие повышения, на которые рассчитывали, да, вот это недовольство, как мне кажется, и аккумулирует, и произносит, собственно, Пригожин. И если посмотреть его, например, большое интервью с Долговым, да, фамилия этого пропагандиста Долгов, он ровно, честно говоря, так и делит историю российской армии на до прихода Шойгу, как бы, и после прихода Шойгу. Он говорит, что до Шойгу проводилась, значит, там какая-то реформа, все было в порядке, а вот после Шойгу все стало разваливаться. Вот в этой армейской, в части армейских кругов Макаровских существуют. И, собственно, это люди, на которых, как мне кажется, Пригожин в первую очередь и пытался опираться в этих своих первых войсах во время мятежа. Потому что что он говорил? Он говорил, мужики, я на самом деле с вами не воюю, а армия на моей стороне, я знаю, что у вас много недовольных, а пропустите меня, я разбираюсь, иду с Шойгу Герасимовым. Ну и как мне кажется, что вот часть, по крайней мере, этого офицерского состава заняла такую солидарно-молчаливую позицию с Пригожиным и, соответственно, не стала ступать с ним в какое-то противостояние, не стала той татации его останавливать. Ну то есть это вот как раз могли быть люди, которые должны были противостоять ему на земле, грубо говоря, пустить свои войска на перекрытие трассы, наносить какие-то удары по скопнениям Пригожинской техники и так далее, и тому подобное. Это, возможно, не те генералы, которые сидели в московском штабе. Конечно. А главное, они должны были охранять штаб Юго-Восточного округа. Понимаете, то, что Пригожин взял без единого высота штаб Юго-Восточного округа, это главное просто, честно говоря, шок, который я испытал в субботу утром, когда эта новость пришла. Потому что, ну, вообще-то, штаб достаточно охраняемое место. Оно охраняется разными подразделениями Министерства обороны. И то, что эти подразделения ничего не сделали с Пригожиным, значит, людьми, которые пришли с Алексеевым и Евкуровым. Это удивительная, конечно, вещь. Это показывает то, насколько, как бы, авторитет Пригожина, по крайней мере, в части этих армейских кругов, он превышает авторитет, например, Алексеева или Евкурова. Я вот как раз еще про Алексеева хотел спросить, раз уж мы заговорили. Наши слушатели могут помнить этого генерала по уже упомянутому захвату штаба в Ростове. На видео, которое оповникованы про Пригожинские телеграм-каналы, был приведен диалог Пригожина и Алексеева, в котором Пригожин говорит, что он пришел за Шойгу и Герасимовым, а Алексеев ему говорит с усмешкой «Да забирайте». Что это было вообще, Михаил, как вы думаете? Ну, надо понимать, что такое Алексеев. Алексеев – это человек, который должен был курировать в армии вот такие парамелитареструктуры, а именно Вагнер в большей степени. Это человек, который, ну, как кажется, выполнял функцию, наверное, переговорщика или какого-то такого человека, когда он в этом штабе остался и записал свое вот это вот обращение вместе с Суравекиным. И когда он говорит «Забирайте», конечно, слова Пригожина о Шойгу, речь идет о том, что, ну, видите, насколько низок авторитет Шойгу среди генералов, которые формально должны ему подчиняться. Даже Алексеев – человек, который, на самом деле, в обойме у Шойгу. Он занимал суперстатусные позиции с 2012 года и существенная часть его карьеры сложилась после 2012 года, то есть во время Шойгу и Герасимова. Он все равно считает, что, в общем, Шойгу неправ и авторитет его достаточно низкий, он не пытается его защищать. Давайте потихоньку подводить итоги. Во-первых, я вас попрошу коротко суммировать. Какие ставки Пригожина сыграли, а какие не сыграли? Ну, смотрите, очевидно, что сыграла ставка на раздражение и недовольство вот этой макаровской волны офицеров, которые пропустили его как минимум до Ростова. Мы не знаем, действительно ли пытались остановить его какие-то армейские именно части, а не росгвардейские части, а от Ростова до Москвы, но вот до Ростова его пропустили именно эти люди. И эта ставка сыграла. И мне кажется, что это как бы в среднесрочной долгосрочной перспективе показывает, насколько армия уязвима сейчас для подобных действий, для подобных мятежей. В том смысле, что даже если Пригожин уйдет, среди этих генералов, ну, среди старшего офицерского состава, точнее, среди генералов, среди старшего офицерского состава недовольство никуда не уйдет, раздражение. И с этим что-то придется делать. В том числе для того, чтобы избежать новых попыток неподчинения. Нельзя сказать о мятеже. Вряд ли кто-то из старшего офицера офицерского состава сейчас обладает достаточным и политическим, и ресурсным капитаном для того, чтобы что-то сделать в виде того, что пытался сделать Пригожин. Но неподчинение и такой формат итальянской забастовки у них у всех вполне себе может быть. И вот эта ставка сыграла. С другой стороны, кажется, что не сыграла ставка на элиты. Если Пригожин думал, что кто-то из генералов его, например, которые не входят в обойму, Шойгу поддержат, то как бы этого не произошло. Даже Суровикин, на который он взял ставку, явно остался, если не лоялен Шойгу, но тем не менее, он посчитал, что этот мятеж не своевременен. Он ослабляет российское государство, российскую армию, то, как они ведут войну с Украиной, и поэтому не поддержал его. С другой стороны, не оправдался явно, ну, по крайней мере, мы пока что это видим, не оправдался ставка Пригожиной и попытка найти какую-то поддерживающую их группу в более статусной элите. Может быть, не в армейской элите, а, например, в среде силовиков или кого-то еще. Мы не видим, что бы к нему проявили лояльность там, тем более, золотых или патрушев, но и Дюмин, вот о котором мы говорили, он тоже кажется, что он не стал, в общем, защищать, например, Пригожина перед президентом, ну, в смысле, в лице президента, хотя имеет с ним контакт, очевидно, да, ну, и проводить какие-то, уж тем более, действия, связанные, показывающие солидарность, например, с оппозицией Пригожиной. В конце я вас еще о двух вещах хочу спросить. Будет ли Путин искать тех, кто, по его мнению, симпатизировал Пригожину, неважно, происходило это на самом деле или нет, и будет ли Путин пытаться наказать тех, кто не помешал ему дойти до Ростова и выдвинуться на Москву? Ну, мы видим, вот по реакции Путина, начиная со вчерашнего дня, начиная с его вот этого короткого обращения и затем показательных вот этих 35 секунд начала совещания с главами силовых структур, на которых все силовые структуры были на своих местах, в смысле все главы были на своих местах, в том числе Шойгу, да, что кажется, что Путин не готов вообще к каким-то кадровым перестановкам. И, в общем, основной месседж, который то ли президентская администрация ему предложила, то ли он сам считает так, да, мы до конца этого не знаем, основной месседж, который он пытается донести про этот бунт, что все молодцы, что мы справились с бунтом, а все показали себя отлично. Это, конечно, резонирует с тем, как все было на самом деле, но кажется вполне себе объяснимо в картине мира Владимира Путина и в картине той системы, которую он выстроил. Он надеется, что просто еще одной такой проблемы не возникнет, и поэтому какие-то новые риски купировать, по крайней мере, публично, не нужно. Он как бы пытается наградить еще большими какими-то благами людей, которые повели себя отчасти не лояльно. Вот, например, часть офицеров, часть наших офицеров. И кажется, что это просто способ выбрать между кнутом и пряником пряник сейчас. В том смысле, что кнут он применить не может или не хочет применить какие-то чистки и отставки. И ставка сделана на то, чтобы всех сказать, что все герои, все молодцы. Это абсолютно, мне кажется, в общем, в том, каким образом российская сейчас политическая система функционирует, абсолютно логично. Ей не нужны новые потрясения, ну, как думает Путин, а любые такие отставки, зачистки, замены, это, конечно, все-таки всегда элемент потрясения. Спасибо большое, Михаил. Я беседовал с понятологом, приглашенным исследователем Европейского совета по международным делам Михаилом Коминым. А вы слушали подкаст «Что это было?», который можно найти на нашем сайте, в соцсетях, в подкастах Apple, на других платформах. Не забывайте, что мы есть и на YouTube. Подписывайтесь, оставляйте оценки, ставьте лайки, комментируйте. В общем, делайте все, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше слушателей. Меня зовут Сева Бойко, а новый выпуск «Что это было?» уже завтра. Продолжение следует...